Итак, на МКС все готово к тому, чтобы отправить Союз МС-12 домой. Эти кадры мы получаем в прямом эфире из Центра управления полетами. До расстыковки корабля Союз МС-12 и МКС остается совсем немного времени. Наблюдать за работой по расстыковке мы будем вместе с Героем России, кандидатом биологических наук, космонавтом Сергеем Рязанским. И вот первый вопрос. Сергей Николаевич, а какие открытия на МКС вам удалось сделать? Вот что-то вас удивило самого? Вы знаете, вообще научная программа на станции достаточно разнообразна. И это эксперименты и по физике, и по химии, по биологии, по медицине, экологические наблюдения, даже социологические исследования ведутся тоже из космоса. При этом это и совместные эксперименты, и отдельные программы национальных космических агентств. Естественно, меня, как изначально биолога по образованию, больше всего привлекали эксперименты биологические и медицинские, потому что кандидатская диссертация у меня по космической медицине. И, в частности, у нас был совместный эксперимент, который, как в анекдоте, собрались американец и русский итальянец вместе, и вот мы втроем проводили эксперимент Сарколаб. Причем оборудование этого эксперимента занимало целиком весь модуль Европейского космического агентства «Коламбус». Огромный комплексный аппарат, изучающий мышцы, сухожилия. Причем это очень разностороннее было изучение, и ультразвуковое, и с некоторой электростимуляцией и так далее. Подобные эксперименты помогут нам, во-первых, где-то на Земле бороться с некоторыми заболеваниями, плюс выработать тактику, стратегию, профилактику для дальнейших полетов в космос, для полетов длительных, для полетов на другие планеты. Все-таки все, что мы делаем, это делается для будущего, для некоторых технологических прорывов. То есть все, что делается в космосе, все равно так или иначе тесно связано с Землей? Абсолютно. И, конечно, это будет востребовано на Земле. Очень многие вещи, которые мы делаем на станции, просто изначально заточены под применение на Земле. Выращивание кристаллов, производство новых сплавов, новых материалов, испытания этих новых материалов, опять же изучение каких-то заболеваний, таких как остеопороз, изменение зрения в условиях невесомости. Это все поможет совершенствовать технологии здесь на Земле для обычных людей. Ну и сегодня главная тема у нас это расстыковка. Ну и, как обычно, происходит подготовка к этому процессу. Расскажите, пожалуйста. Подготовка, во-первых, происходит достаточно длительно, происходит заранее. Обычно недели за две командиру Союза уже приходит список грузов, которые надо с собой подготовить, упаковать, которые надо еще попробовать уместить в тот небольшой контейнер грузовой, который есть в нашем корабле «Союз». Это мероприятие очень ответственное, это такое стратегическое, потому что надо предусмотреть то, что какие-то грузы, так называемые срочные грузы, должны будут быть уложены в последний момент. Соответственно, для них надо зарезервировать место, объем, посмотреть. И сейчас, после того, как мы уже видели, закрыты люки между кораблем и станцией, ребята уже сидят в скафандрах, идет проверка герметичности люков. Я думаю, что она уже закончилась, проверка герметичности скафандров, потому что, не дай бог, на спуске, если вдруг произойдет разметизация, то скафандры должны быть в готовности. И экипаж готовится к самому ответственному моменту, это расстыковка и дальше включение тормозного двигателя. Ну а как осуществляется управление расстыковкой непосредственно в корабле и экипаже? Вы знаете, экипажи подготовлены, чтобы все делать вручную, но в 99% случаев все делает автоматикой. У нас сейчас современные корабли, несмотря на то, что многие считают, что мы до сих пор летаем на той самой Королевской ракете, на том самом Союзе, может быть, названия все те же самые внешне, мало что изменилось, но внутри полностью цифровые мозги, совершенно другие современные алгоритмы. И я помню свое начало подготовки, я еще когда-то сдавал экзамены по аналоговому Союзу, и нагрузка на экипаж была достаточно большая. Сейчас компьютер очень сильно разгрузил экипаж в плане повседневной, рутинной работы. Понятно, что мы все равно готовы, если что, перехватить управление, но это бывает крайне редко. Перехватить управление и взяться за джойстик? Выдавать команду вручную, а не по алгоритмам, соответственно, осуществить ручную расстыковку с помощью RUDOF.RU, ручек, как у нас говорят, отвезти корабль и сориентировать его в правильной ориентации. Ну и дальше, если надо, вручную выдавать импульс. Сергей Николаевич, а какой момент самый ответственный, именно когда идет расстыковка, где самый такой нервный, волнительный момент? Ну, если по порядку смотреть, в первую очередь надо проверить, что люки герметичны, и это такая многоступенчатая процедура, которую выполняет экипаж корабля под контролем ЦУПа, и где-то иногда требуется и помощь экипажа. Сергей Николаевич, я вас перебью, мне сейчас подсказывают режиссеры, что можно уже по картинке непосредственно что-то прокомментировать, которое мы получаем из ЦУПа. По картинке мы видим, что пока еще стыковка у нас имеется. Растыковка не началась. Мы видим корабль, мы видим, что экипаж готов, выбран формат, и, соответственно, в заданное время должны будут выданы быть команды на открытии криков станции. Если что-то пойдет не так, опять же, как я уже говорил, экипаж сможет вручную открыть. Вообще, по алгоритму, это должно быть в автоматическом режиме в заданное время. Ну, а видим мы сейчас, еще раз напомните, пожалуйста, что вот перед нами? Перед нами мишень, и для удобства космонавтов, помимо мишени, которую мы видим в визуальном устройстве, есть еще мишень для компьютерной камеры. Эта мишень помогает при стыковке, для того, чтобы правильно сориентировать, соблюсти правильную соусность корабля и станции. И стыковка процесс во много раз более ответственной и сложной, чем расстыковка. При расстыковке мы просто открываем крюки, и на пружинных толкателях корабль начнет сам без двигателей потихонечку отходить. Следующий этап, значит, у нас проверка герметичных люков, сама расстыковка. После этого самый ответственный этап, это выдача тормозного импульса. После этого, вот, у нас пошла расстыковка. Судя по картинке, расхождение плавное, кресты у нас собраны, это значит, что толкатели сработали равномерно. То есть, все это попало? Абсолютно все штатно. Экипаж на данном этапе просто наблюдает работу автоматики. И видит, кстати, вот эту же картинку? Абсолютно. Абсолютно. Экипаж должен проконтролировать, что расхождение ровное, что мы не летим куда-то вбок, и плюс проконтролировать, что стык чист, никаких предметов там нету, потому что в скором времени новые экипажи будут стыковаться на тот же самый узел. Соответственно, мы должны оставить все в порядке. Так, сейчас мы видим станцию. Да, мы видим станцию, мы видим с американских камер расхождения корабля. Так, корабль висит в космос. Да, все. И я думаю, экипаж уже в предвкушении ответственного этапа ориентации и подготовки к выдаче тормозного импульса и возвращения домой, потому что всех ждут семьи, родные, друзья. Ну, вот сейчас, наверное, самое время вспомнить ваши ощущения, когда все это происходило в ваших глазах. Вы знаете, ощущение моря. Потому что, во-первых, прошло полгода интенсивной работы иностранцы, и понятно, что к этому времени ты уже немножечко подустал и сильно соскучился по родной земной жизни. С другой стороны, ты понимаешь, что ты попадешь снова на станцию через несколько лет. И то не факт. И поэтому каждый раз, когда ты улетаешь со станции, ты прощаешься со своим космическим домом, ты понимаешь, что это совершенно уникальная площадка, уникальная научная лаборатория, причем международная научная лаборатория, где мы показываем, что все страны могут хорошо, мирно взаимодействовать, дружить, работать вместе, делать совершенно уникальные научные проекты, так как это должно быть здесь, на Земле. Это прекрасный пример, безусловно, международного сотрудничества. Давайте еще раз посмотрим, что у нас происходит сейчас в космосе. У нас есть штатная расстыковка. Корабль очень четко, очень равномерно отходит от станции. Мы уже видим фактически всю станцию целиком, солнечные батареи. И через несколько минут экипаж уже будет совершать маневры для подготовки к правильной ориентации и выдачи от тормозного импульса. Включится двигатель какой-то, наверное. Да, включится двигатель. Соответственно, экипаж дальше контролирует работу двигателей, контролирует импульс определенный, который надо выработать для того, чтобы уже спуститься в заданный район. После этого идет процесс разделения и уже дальше спуститься. Ну и вот, как известно, многие космонавты и астронавты заказывают на посадку еду, по которой скучали на МКС. Вот что это за традиция такая и чего больше хотелось вам? Это интересная традиция и действительно в основном врач экипажа или семья готовит что-нибудь вкусненькое, чтобы человека порадовать. Обычно это свежие фрукты, потому что, ну, действительно, питаясь полгода сублиматами, консервами, несмотря на то, что они действительно вкусные, но хочется чего-то свежего, овощей и фруктов. И мне каждый раз, зная, что я очень люблю красную икру, мне готовили маленькие патеролики с красной икрой. А еще я знаю про пиццу. А пиццу я мечтал, но и так я понимал, что в казахскую степь невозможно доставить хорошо приготовленную пиццу, то я решил, что я оставлю это уже на праздновании вместе с семьей. Спасибо, Сергей Николаевич. А сейчас я предлагаю посмотреть небольшой ролик на тему вкусов и запахов земли, по которым скучают космонавты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Все как в реальном полете. Выведение из организма азота. Перед выходом в открытый космос Сергей Рязанский дышит чистым кислородом, чтобы изменение давления не вызвало высотную декомпрессионную болезнь. Подгонка скафандра, и космонавт готов к выходу. Здесь, наверное, даже и удобно, в невесомое состояние буду стоять. В центре подготовки космонавтов финальный этап тренировки по выходу в открытый космос. Здесь отрабатывают все, что может случиться в безвоздушном пространстве. Тренируем нештатные ситуации при процессе шлюзования для выхода в открытый космос и при работе. Установка кольца на переходной люк. Эту операцию космонавту Сергею Рязанскому предстоит выполнить на высоте в 400 километров. А еще провести научные эксперименты. Федор Юрчихин и Сергей Рязанский возьмут пробы, так называемые смывы с внешней стороны станции. Программа выхода более чем насыщена. Федор Юрчихин испытает и новый скафандр «Орлан МКС». У нас один из двух скафандров у Федора Николаевича будет МКС. В ноябре у нас, наверное, у обоих будут новые скафандры. Второй линейный в сборной университета по гандболу Сергей Рязанский готовится к запуску спутников. Во время выхода в открытый космос будут запущены несколько космических аппаратов. Как говорится, с руки. И здесь навыки, полученные в гандболе, могут пригодиться. Наверное, пригодятся навыки. Хотя здесь, конечно, сильно со всей дурой кидать спутник не надо будет. Его надо аккуратненько толкнуть под определенным углом. Так что, я думаю, мы с Федором их запросто запустим. Под каким углом запустить спутник? Как пройти к месту базирования за пределами станции? Все это нелегкие задачи. В открытом космосе сложно ориентироваться, тем более, когда из солнечной стороны попадаешь в тень. На помощь всегда приходит инструктор Дмитрий Зубов. Это его голос слышит космонавт Сергей Лизанский в наушнике. В процессе работы на выходе у космонавта с собой нету бортовой инструкции, книжки, в которой он может посмотреть, что делать, как делать. Все, что у него есть на выходе, это скафандр и его собственные знания и умения. Только имея четкое представление о том, что надо делать, как реагировать, как оценивать, он может успешно работать и гарантировать свою собственную безопасность посредственно на выходе в космос. Пошутить, подбодрить и даже здесь, на Земле, устроить настоящий космос. Просто выключить весь свет. Вот оно. Полное ощущение космического пространства. Темнота, пустота и бездна под ногами. А потом – нештатная ситуация. Это же тренировка. Включаем аварию. Есть аварийный. Давление стабилизировалось на 2,8. На 2,8. Что делать? Утечка, срочное возвращение. Такие тренировки необходимы космонавту. Все действия надо довести до автоматизма. Хоть и отличаются они от реальной работы в безвоздушном пространстве. Честно, очень сильно отличается. Единственное, что не отличается, это голос Димы в наушниках. Это так же ведешь филизование, так же подсказывает. И всегда приятно слышать своего человека, который тебя поддерживает. Ну, так же, как на тренировке. Но биомеханика совсем другая, потому что невесомость. Здесь где-то приходится бороться с системой противовеса. А там одним пальцем оттолкнулся, прилетел туда, куда тебе надо. За плечами космонавта Сергея Лизанского три выхода в открытый космос. В августе он совершит четвертый и в ноябре пятый выход, чтобы в очередной раз покрутить головой и посмотреть на прекрасную планету Земля. Земля очень красивая. Особенно она красивая, когда выходишь в открытый космос, и ты можешь покрутить головой, посмотреть на эту прекрасную планету, на ту замечательную станцию, где ты живешь. Очень красиво. У нас в студии был летчик-космонавт Сергей Рязанский. Спасибо огромное, Сергей Николаевич. В прямом эфире Роскосмос ТВ это была прямая трансляция с МКС, где только что прошла расстыковка корабля Союз МС-12 и МКС. Итак, экипаж корабля Союз МС-12 отправился домой. На месте посадки в Карагандинской области Алексей Овчинина, Ника Хейга и Хаза Аль-Мансури встречает и наша съемочная группа. Через несколько часов мы продолжим эфир, чтобы показать вам это захватывающее зрелище. А пока мы, летчик-космонавт Сергей Рязанский, и я, Василий Кучушев, прощаемся с вами. Трансляцию расстыковки корабля Союз МС-12 подготовили и провели для вас телестудия Роскосмоса и Центр управления полетами, который, кстати, сегодня отмечает свое 59-летие. Спасибо, что были с нами. До новых встреч на космодромах России. Субтитры создавал DimaTorzok